АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы канонов и их трактования со стороны Константинопольского Патриархата, Кипрской Церкви, Эллады, Александрийского Патриархата, в вопросах канонов признания новых церквей, в частности, многострадальной Украины. Спасибо, Господи. Это было бы вопросом, если бы не было никакого учения канонического характера, который одинаково признают все православные церкви. Одно из них – хиротония, рукоположение – должны совершаться каноническим образом. И уж затем их назначение на те или иные должности. В данном случае Константинопольский Патриарх Арфоломей поступил вопреки этому, потому что он признал ПЦУ, среди которого были уже или неправильно рукоположенные, не канонические, или даже вообще были уже отлучённые от причастия и общения с церковью. Этого делать нельзя. Правила же есть, и всё. Вот правила существуют, вот здесь можно одностороннее движение, а там двустороннее. Нельзя нарушать правила. Это правила церковные, выработанные святыми отцами, признанные церквью уже в течение двух тысяч лет. И вдруг здесь происходит такое нарушение. Весь вопрос только теперь не в том, правильно или неправильно. Конечно, так нельзя поступать. А ведь вопрос теперь, что случилось, почему это произошло? Ну, мы знаем, что Константинопольские Патриархи, это уже очень давно, они непрерывно едут в Рим. Непрерывно. И напитываются этим духом папизма. Поэтому то, как ведёт себя Патриарх Варфоломей, когда требует от всех православных церквей буквально подчинения, это противоречит не только канонам, Евангелью противоречит даже. Христос же сказал прямо – первый из вас добудет всем слугой. Ну, а здесь что такое? Требует подчинения. Подумайте только, требует подчинения вопреки существующим каноническим нормам жизни. Так что я скажу, могу выразить только глубокое сожаление по поводу того, что это происходит. Разрушение церкви, православной церкви изнутри. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...